Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева. Кедр, я Заля-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заля-1, я Кедр. Вас понял. Каждый год 12 апреля в Сухумской средней школе номер 6 проходят классные часы, на которых учителя рассказывают детям о первых шагах человека в космосе. Учащиеся зачарованно смотрят на экран, хотя видели первый полет Гагарина уже много раз и готовы сами наперебой рассказывать об истории развития советской космонавтики. Имя летчика-космонавта Владимира Комарова, в честь которого названа школа, все-таки обязывает. Это летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Он для нас особенный человек, в честь которого названа наша школа. И он стал первым командиром экипажа из трех человек. Нам сегодня рассказывали о первых шагах в освоении космоса. И также рассказывали про основных космонавтах, о которых нам стоит знать. Владимир Михайлович Комаров, Юрий Алексеевич Гагарин. Алексей Архипович Леонов – это был первый человек, который вышел в открытый космос. Когда он вышел в открытый космос, не учли то, что скафандр начнет надуваться. И он не смог пролезть в вход, чтобы обратно зайти. И для того, чтобы он обратно зашел, ему пришлось, ну не открыть скафандр, а сделать дырки в скафандре, чтобы весь воздух выкачался. Проходя по коридорам школы, невооруженным глазом видно, что память о герое-космонавтике Комарове здесь бережно хранится. Стенгазеты, фотографии, памятные листы о нем и о космонавтике в целом размещены на стенах круглый год, а не только 12 апреля. Вообще школа наша построена в 1963 году силами Сухумского физико-технического института. Сам институт конкретно имел отношение к космосу. Мы подробностей не знаем, но я знаю, что имело непосредственное отношение к созданию отдельных узлов и, не знаю, частей подготовки полету к космосу. Естественно, возникло такое мнение. Решением Президиума Верховного Совета Абхазской ССР в 1968 году школе присвоили имя дважды героя Советского Союза Владимира Михайловича Комарова. Второй золотой звездой за героизм, мужество и отвагу Владимир Комаров был награжден посмертно. Он погиб 23 апреля 1967 года при завершении программы полета на новом космическом корабле «Союз-1». Основной парашют не раскрылся, стропы запасного скрутились из-за высокого вращения. На большой скорости аппарат врезался в землю в Оренбургской области и загорелся. В 1983 году в честь 20-летия шестой школы во дворе был установлен бюст Владимира Комарова. Директор нам предложил, тогда же дружина была, активные пионеры были, и собрали по рублю, хорошие деньги были тогда рубль, и решили установить памятник, который сегодня поныне стоит в нашей школе. Ну, вы знаете, в те годы все хотели быть космонавтами, поэтому даже и больше хотели сдавать, чем рубль, потому что это была очень престижная профессия, и вообще космос, и даже мы, девочки, хотели быть космонавтами. С тех пор прошло 33 года. С распадом Союза Абхазия немыслимо отдалилась от процесса развития космонавтики. Сам физико-технический институт переживает сейчас не лучшие времена. Что уж говорить о когда-то подшефной ему школе и бюсте советского героя-космонавта, который давно требует реставрации. Пару раз обращались в правительство Москвы через Россотрудничество, но результатов нет, хотелось бы обновить. Бюст сам целый, все нормально, но постамент требует ремонта. У нас таких нет возможностей. Я бы очень хотел, чтобы и постамент, и бюст выглядел в надлежащем виде. И пока директор школы пытается найти деньги на ремонт памятника, учителя и дети каждый год 12 апреля приносят к нему цветы в честь первого полета человека в космос и в память о первом погибшем советском космонавте.